Ииии здорово! Обещали в апреле пару хороших релизов? Получи и подпишись! Сегодня у нас в выпуске Космический вестерн Зомби-раннер И Смертельная битва Поехали! Спайс Маршалл это приключенческая игра, сочетающая в себе жанры научной фантастики и вестерна, события которой разворачиваются в космосе. Ты возьмешь на себя роль усатого ковбоя Бертона, который охотится на особо опасных беглецов после катастрофического побега из тюрьмы. И многие из них точат на тебе зуб ковбой. Как ты наверное понял, это тактический шутер с видом сверху. Так что несмотря на гранаты, щиты и приманки в арсенале, твоим основным оружием все-таки остается окружение. Используй укрытие, незаметно обходи врагов с фланга и тщательно планируй атаку. А благодаря оружию, оснащенному глушителем, ты сможешь убивать преступников бесшумно. Ну а если уж что-то пошло не так, и твой зад оказался под пристальным вниманием, хватай двуручное оружие и с криком пытайся пробиться через врагов. Тебя ждет стильная графика, хорошее музыкальное сопровождение и три захватывающих главы. Знаю, не все любят убегать от зомби, но порой приходится. Особенно в том случае, если вспышка зомби-эпидемии застала тебя прямо в школе. В раннере Коридор Зет на твой выбор есть три персонажа. Студент Логан, студенточка Меган и уцелевший морпех Уильямс. У каждого имеются свои бонусы к прохождению. Один способен быстро убегать, другой больше замедлять зомби, а третий неплохо справляется с оружием. Основное отличие, выделяющее этот раннер на фоне остальных, это то, что препятствия на пути нужно не обходить, а задевать. Будь то свисающая труба, горобочек или коробок. Если не делать этого периодически, продержаться одними свайпами на поворотах долго не получится. Зомби здесь по какой-то причине быстрее вас. По пути тебе будет встречаться разное оружие, подобрав которое ты сможешь отстреливать догоняющую волну зомби. Правда, на смену и придет следующее, но пару секунд до смерти это отсрочит. Разве мог Mortal Kombat X пройти мимо Android и не заляпать кровью весь экран? С одной стороны, радует, что мобильную версию не обделили жестокостью с рейтингом плюс 18. С другой стороны, огорчает тот факт, что управление оказуалили для детей младше плюс 8. Выходит парадокс. Тапаешь одним пальчиком, чтобы ударить, двумя, чтобы поставить блок, а в итоге получаешь самую эффектную и кровавую картинку на платформе Android. То ли из детей хотят сделать уродов, то ли из взрослых родов детей. Все бои происходят в режиме 3 на 3. Пока один герой в запасе залечивает раны и набирает силы, ты сражаешься другим. При желании можно принять в свою команду реального человека, либо сразиться против него. За заработанное достижение и монеты можно будет открывать новые карты с героями и покупать им костюмы. Вот, в принципе, и все нововведения. В остальном старый знакомый Mortal Kombat, но с простым и казуальным управлением. Выходит, все просто и знакомо. А нравится тебе это или нет, решать не мне. А на сегодня это все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Это был обзор от mob.org и я, Трэш. Ах да, будь мужиком и не пропускай прошлые обзоры. Там еще завались всякой крутотенечки. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok